Среда продолжит торговую активность, где в центре внимания будет коэффициент безработицы в Великобритании и объявление о процентной ставке Банка Канады. Коэффициент безработицы показывает количество безработных, которые в поисках работы. Кроме того, данный показатель служит прямым отражением дел в экономике. При росте безработицы угроза экономического роста значительно возрастает. Важно еще отметить то, что после снижения фунта в мае этого года началась новая волна уверенного роста, где в случае удачных данных по рынку труда может начаться новое движение по направлению восходящего тренда. Показатель ниже ожидаемого рассматривается как позитивное направление для британского фунта относительно других валют, а показатель выше ожидаемого указывает на негативный ход торгов для британского фунта. История торгов показывает следующую торговую активность после выхода данной статистики в первый час торгов. Январь нам показал 103 пункта, февраль 68 пункта, март 25 пункта, апрель 59, май 69 и июнь 45 пункта. Продолжить торговый день среды может объявление о процентной ставке Банка Канады. Участники валютного рынка могут быть сосредоточены на канадском долларе. Начиная с мая этого года национальная валюта Канады стала уверенно укрепляться. В случае неожиданного решения понизить процентную ставку или поднять может начаться высокая спекулятивная активность на валютном рынке. Решение со стороны регулятора о процентной ставке зависит от уровня инфляции. Кроме того, чем выше процентная ставка, ее еще называют учетная ставка, тем больше процент взимает коммерческие банки за предоставляемый клиентам кредит и наоборот. Показатель выше ожидаемых рассматривается как позитивное направление для канадского доллара относительно других валют, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный ход торгов для канадского доллара. История торгов показывает следующую торговую активность после выхода данной статистики в первый час торгов. Январь 90 пункта, март 42 пункта, апрель 85 пункта и июнь 38 пункта.